О том, что платить за услуги ЖКХ нужно и хорошо бы делать это в срок, знают все. Но как быть, если коммуналка становится для семейного бюджета непосильной ношей? В департаменте соцзащиты населения напоминают о льготах и субсидиях на квартплату. Льготы эти делятся на два вида. Первое – это льготы, которые предоставляются по категориальному признаку ветерана труда, инвалиды, участники войны, многодетные семьи. И есть меры поддержки, которые предоставляются вне зависимости от категории гражданина, тем семьям и одинокопроживающим гражданам, у которых низкие доходы. При этом категориальные льготы и субсидии для граждан с низким достатком могут суммироваться. Если сумма за коммуналку превышает 22% от общего дохода семьи, то можно смело идти в органы соцзащиты. После оформления пакета документов государство возместит часть затрат. Для жителей города Иваново я могу сказать, что для одинокопроживающего гражданина, если он живет в многоквартирном доме, максимальный доход, при котором может быть назначена субсидия, это 16500 рублей. То есть, если доход человека не превышает данную сумму, можно обращаться за субсидией. Для двух человек это 25600 рублей, для трех – 35400, ну и так далее. Правом на оформление льготы семья Кустовых воспользовалась полтора года назад, когда родился третий ребенок. В Пятеровом живут в двухкомнатной квартире площадью 44 квадратных метра. Счета за коммуналку приходят от 4,5 до 5,5 тысяч в месяц. Самые большие расходы традиционно – вода и отопление. За воду где-то мы платим 1100-1300, потому что все-таки маленький ребенок, купаемся часто, все много. За отопление у нас 1400 где-то так. Для многодетной семьи с совокупным доходом около 20 тысяч рублей субсидия на квартплату существенно помогает экономить бюджет. Каждый месяц им возвращается примерно 40% затрат за ЖКУ. Мы обратились в соцзащиту, нам девочки из соцзащиты очень хорошо все рассказали, пояснили, объяснили все наши льготы, что, как мы ими можем пользоваться, для чего они, сколько там. Мы сразу же собрали все документы нужные для оформления этих льгот, оформили льготу субсидия и льготы как по многодетной семье, малоимущей на квартиру. Немаловажно, что субсидии увеличиваются параллельно с ростом цен на услуги ЖКХ. При расчете размера льготы используется сложная формула, в которой важную роль играет региональный стандарт стоимости ЖКУ. Как только увеличиваются или изменяются тарифы, пересчитывается этот региональный стандарт. А учитывая, что у нас 1 июля тарифы на некоторые услуги были изменены, поэтому был пересчитан рекстандарт. Если взять на сегодняшний день, то, по-моему, более 45 тысяч семей в области пользуются именно субсидиями, и для них, естественно, важен этот региональный стандарт. В 2018 году на различные льготы и субсидии для жителей Ивановской области в бюджете заложено 859 миллионов рублей. Средний размер материальной поддержки в регионе – почти 2300 рублей. Впрочем, в некоторых случаях можно компенсировать до 100% стоимости коммунальных услуг. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.